Просим вас, передай микрофон. Здравствуйте всем, ребята. Очень приятно, что пригласили вновь на ваш чудесный канал, где всё больше и больше замечательных спикеров, которые достаточно интересны. И хотела бы, конечно же, в первую очередь, не могу с вами не поделиться о ретрите, который недавно завершился, который был в Сочи. Ретрит проходил в Сочи. У нас один из отелей, который нам нравится больше всего, потому что у него есть много разных площадок. И там приехали люди, что мне, конечно же, очень льстит, что некоторые люди приезжают ко мне в третий раз на ретрит, и ездят со мной с каждым ретритом. И каждый ретрит они всё больше и больше познают какие-то открытия себя. То есть давайте я в двух словах расскажу вообще, что такое ретрит, потому что многие, наверное, смотрели, многие слышали, что такое, что вот ретрит и вроде как и отзывы такие вот какие-нибудь воздушные. «Ой, всё было так замечательно, и всё». И никто не видит точку А, с чего начали, и точку Б, чем закончили, какие результаты и что было в промежутках. Наверное, это достаточно важно для каждого, чтобы он понимал, для чего вообще ему ехать на ретрит, что он получит и для чего они вообще существуют. Ребят, наверное, я так скажу, что у каждого есть отправная точка, у каждого есть пункт осознания себя. Я рекомендую. У каждого есть пункт осознания себя, какой он есть, как он ощущает себя и как он воспринимает то, что с ним происходит на данном этапе его жизни. И всегда есть то, к чему он стремится, всегда есть то, что он уже понимает, что есть неизведанное. Но есть ещё такой момент. То есть мы знаем, чего мы не знаем. И к этому мы стремимся. Но есть ещё один пункт. Мы не знаем, чего мы не знаем. И вот на ретрите как раз открываются те познания, которые, могу сказать, что открываются тот момент, что человек познаёт то, о чём он не знал, что он вообще мог познать. И это, наверное, ключевой аспект того, что с ним происходит. И это настолько глубинно. То есть мы знаем, чего мы не знаем. К этому состоянию может прийти каждый из вас. И это может занять у каждого определённое количество времени. Это может… Он может прийти к этому осознанию через определённые практики, через определённых спикеров, через определённые состояния. Но он чётко знает, куда он идёт и почему это с ним случится, когда это случится, почему это случится. И ретрит, конечно, я про свой только могу сказать. И мой ретрит, он основан на том, что я веду людей к тем состояниям, о которых они не предполагают. И это, наверное, вот ключевое, что я веду к тем состояниям, о которых они не предполагают, о которых они не знают. Они никогда не рассматривали по определённым причинам с этого ракурса свою какую-то ситуацию, свою проблему, своего… себя самого. И если вы готовы заглянуть вот настолько глубоко, то, конечно же, я жду вас на своих ретритах. И я понимаю, что, видимо, с раскрытием меня, что я раскрываю с каждым ретритом, с тем, что ребята ко мне приезжают всё более и более подготовленные, прям настолько осознанные, что вот эти проработки, они идут настолько глубинные. И каждый ретрит, он просто начинается, он просто становится божественным в процессе того, как он происходит. И мы… Я не успела собрать отзывы, потому что у нас настолько всё закрутилось, настолько у нас ретрит ещё растянулся, ещё практически на два дня, потому что мы поехали то в одно место, то в другое место, переписывались. У кого-то были какие-то… Вот этот ретрит он догонял, какие-то осознания приходили в процессе, и до сих пор они приходят. И так получилось, что я просто не успела взять отзывы. Но те отзывы, которые мне начали скидывать сейчас, они просто настолько классные. И у нас там была одна девочка, Марина, она настолько всё чётко знает, как структурировать, как структурировать что, чтобы люди поняли, что и зачем. И она как раз мне дала эту схему. И сейчас на моём канале и в Телеграм-канале я скинула отзывы двух участников. Один из участников, который был лично, а второй из участников, который, к сожалению, не смог приехать, потому что он был за рубежом. И из-за рубежа не так, не смог он добраться по определённым причинам. И не все могут добраться из-за рубежа по данной текущейся ситуации. Но, тем не менее, мы решили этот вопрос, и он присутствовал онлайн, присутствовал практически на всех занятиях, кроме там, когда мы выезжали на Дальмены, когда мы там ходили на море. Если мы ночью ходили на море, ну, как бы там просто нереально было что-то заснять. И от него тоже есть отзыв, чтобы люди посмотрели и послушали, как это происходило. Но это, конечно же, было великолепно. И я, наверное, в этом смысле не столько себе ставлю галочку, чтобы себя хвалить, а ставлю ту галочку, что мне приятно находиться в обществе тех людей, которые готовы раскрываться. Мне приятно находиться в обществе тех людей, которые, я вижу, что они настолько распаковываются, насколько даже сами не предполагали, какой у них потенциал внутри, насколько они закапсулированы каждым моментом своей жизни. И это клёво, это здорово. Так, расскажите, кто знает, на каких ретритах Рима и почему она больше не ведёт в вашем тендене. Ну, ребят, я, наверное, так скажу, на каких ретритах Рима я сейчас не могу сказать, я не знаю, но вы чётко должны понимать, что в каждый этап нашего времени с нами присутствуют определённые люди. Определённые люди только до того момента, до которого нужны мы друг другу. Если мы умеем наслаждаться опытом друг друга, мы можем передавать опыт друг друга, пользоваться опытом друг друга, передавать что-то друг другу. Это клёво. Но это не может продолжаться всю жизнь. То есть мы всё время должны быть на каждом этапе, в первую очередь самим собой. И на каком-то этапе с кем-то, на каком-то этапе одни, потом появляются следующие люди. И это здорово, что ваша жизнь постоянно обновляется. Это здорово, что вы всё время идёте в согласии с самим собой. Не придерживаться то, что как бы «ну надо, но сказали, но вот так вот уже привыкли». Все привыкли, что вот так вот и так бы. Нет, будьте самим, идите дальше. И это здорово. Люди, когда продолжают общаться, если они работали вместе, продолжают общаться, мне кажется, это здорово. и это показывает уровень друг друга. Вот, пока, наверное... Голод – это жадность. Голод – это жадность? Наверное, нет. Я бы, наверное, сказала, вот у нас сегодня тема. Голод – это боль. Я не просто так назвала этот эфир так, потому что у нас... Вы, наверное, многие слышали такую фразу, особенно в чатах, от самих себя, что вот тело не хочет есть, а я прям не знаю, как остановиться. Голова ведёт к холодильнику, голова ведёт к еде, голова ведёт к какому-нибудь обжорцу, голова ведёт вообще везде, а тело у нас такое податливое и вообще ни в чёмное. И вообще зачем нам это тело? Если мы будем рассматривать с этих позиций, то тогда, наверное, я скажу, как бы, а зачем нам тогда... Зачем телу быть красивым, стройным, здоровым, если вы его ни во что не ставите? Если вы его в своём контексте рассматриваете, как тело практически ничего не даёт, тело ничего не хочет, тело ничего не говорит, ведёт везде голова. Ребят, вы о чём? Если вы разделяете вообще голову и тело, то вы тогда... Вы сами-то где? Если вы не тело, вы не голова, вы вообще где? В какой половине вы находитесь? Определитесь с этим тогда моментом. Если вы всё идёте... Вы хотите... Вы все говорите... Многие говорят, давайте не все, многие говорят, что вот мы... Вот если вот мы такие хорошие, мы такое единство, мы такие вот замечательные, обустраиваем какие-то эко-поселения, чтобы объединяться, вы себя объединить не можете, вы всё время себя разграничиваете, вы всё время себя половините, как минимум, на два... Даже не вас, на голову и тело, а где вы находитесь, про это вы вообще забываете. Это первый момент. И второй момент, о чём бы я хотела сказать, почему я говорю, что голод — это боль. Потому что голод — это всегда то состояние, чем прикрыта наша боль. Наша боль — это наше несоответствие самому себе. А несоответствие самому себе появляется в самых элементарных вещах, когда мы начинаем себя дробить на голову и на тело. Вот ум хочет, а тела нет. Вот осознание есть, а ум говорит про другое. Вот я такой осознанный, а тело у меня никакое, или тело у меня здоровое, или ещё что-то. То есть мы разделяемся то на два, то на три, то ещё на что-то. И от всего, от этого у нас наступает, от разъединения самого себя, у нас наступает просто дичайшая боль, которую мы не можем проработать даже эмоциями. А я уже говорила, что эмоции — это просто верхний слой чувствования. Но мы до чувствования добраться не можем, потому что мы не можем проработать даже эмоции. И чтобы не прорабатывать эти эмоции, мы просто закрываем это едой. Мы просто закрываем это голодом. Вот представьте себе вот просто вот пальцы, да, и вы начинаете их просто разъединять, вы начинаете их рвать. Это наступает просто адская боль. И вот эту боль чем закрыть? Самое элементарное, что мы можем сделать, это закрыть чувством голода, когда мы разъединяем осознанность, сознание, да, ум, который у нас есть в голове, который у нас интерпретирует то, чтобы было хорошо тело. То есть осознанность у нас что даёт? Осознанность у нас даёт, чтобы мы познали какие-то осознанные моменты через нашу чувствительность тела. Мы это разъединяем. Это первый момент. Ум, который нас оберегает от каких-то свершений, чтобы не навредить нашему телу, мы это разъединяем. И представляете, какой у нас дисбаланс во всём нам. То есть мы не ум, мы не осознание, мы не тело, а мы-то вообще где? А четвёртое, получается, кто-то где-то мы. Но в какой части, чего оно состоит, это мы. Мы даже об этом не задумываемся. Представляете, мы насколько разъединились сами в себе, что мы даже не можем откорректировать то, что вообще кто я есть. И все, кто я есть, когда вы начинаете, если вы разъединяетесь вот в этом во всём, осознанность ум и тело, как вы можете вообще познать себя, не соединив, не единив всё вместе? О каких рассуждениях вы вообще говорите в чате? О чём вы вообще можете предполагать, что я есть то, я есть то, я есть то? Вы это говорите через ум, который не вы? Вы это говорите через осознание, которое не вы? Или это даёт импульс ваше тело, которое вы не есть тело? Определись, кто вы есть. Кто вы? Где вы? Где вы потерялись? И когда этого нет, мы накладываем повязку голод. Хоть как-то себя подлечить, мы накладываем вот эту вот, на эту кровоточащую рану, повязку под названием голод. И после этого голода мы пытаемся получить какие-либо эмоции через какую-либо пищу и не получая, потому что боль уже кровоточит настолько, потому что уже вроде осознанность где-то, где-то вот она вот уже есть, и каждая вот эта царапина, она настолько уже сильно говорит сама за себя, что когда у нас появляется этот голод, мы его не можем удовлетворить эмоцией через еду, потому что через еду чувствование не приходит. Это про другое. А эмоция – это всегда поверхностное, это всегда ложное, это всегда то, что лежит на поверхности. И эмоции мы можем убрать только после, только лишь тогда, когда мы поймём, что такое чувствование. Но об этом мы говорим на ретритах. Что такое чувствование, чтобы прийти к самому себе. И вот когда мы начинаем вот этот голод прикрывать эмоциями, и когда мы понимаем, что мы через еду не можем получить столько эмоций, чтобы прикрыть голод, который прикрывает наши кровоточащие, кричащие, болящие раны, то мы начинаем вновь и вновь осуждать себя. Осуждать за то, что мы поели, осуждать себя за то, что мы поели что-то не то, осуждать свою голову, что она нас привела, а тело не хотело. Осуждать своё сознание, как я не понял или не поняла, почему это произошло. Осуждать своё тело, что оно всё-таки не реализуется, оно не настолько красиво, оно не настолько здорово, оно не настолько совершенное, как я себе это представлял. И мы идём в осуждение всех тех аспектов, кем мы не являемся. Представляете, насколько вот это всё глубоко в нас замешано? И когда мы поднимаем вот эти вот критерии все, когда мы начинаем разбирать, что такое тело, что такое ум, что такое осознание, только после разбора этих трёх критериев мы можем понять, как они зависят друг от друга. И когда мы начинаем их понимать, когда мы начинаем их принимать, когда мы начинаем чувствовать, что это есть такое, мы их начинаем объединять. И когда у нас происходит единение, только в этом случае мы можем понять, кто я есть. И когда мы понимаем, кто я есть, тогда у нас уже идут другие процессы, которые не касаемо этого образа жизни, который чаще всего нам доставляет какой-то дискомфорт. Вот я бы, наверное, сказала так. Так. Добрый вечер. Очень рада впервые вживую вас услышать. Благодарю. Очень приятно. Временное насыщение. Ну, это даже не насыщение, то есть я сейчас сказала. Да, вот я так немножечко вам дала, наверное, то направление, в котором можно задуматься. Если, конечно, вам моя точка зрения интересна, то я вот дала вам то направление, в котором можно подумать. Если есть какие-то вопросы, то я, конечно, на них отвечу с огромным-огромным удовольствием. Соль, сахар, глукоматы и прочие вкусняшки – сильнейшие наркотики, которые бросаешь, хватать, получаешь отходняк, который неизбежно нужно пережить, Евгений. Евгений, это все поверхностно. Поверьте, если у вас приходит осознание самого себя, после того, как вы поймете вообще, кто я, когда вы начнете вот это вот единение, которое мы постоянно разъединяем, то здесь уже дело вообще ни в каких-нибудь вкусняшках, ни в томате, ни в соли, вообще ни в чем. Там уже другое восприятие самого себя, другое восприятие вашего «я», и там уже нет такого, что вот это нужно поесть, это можно поесть, это нельзя поесть, это еще к чему-то. То есть уже другое восприятие всего происходящего. И ваше внутреннее, когда мы начинаем меняться полностью, меняться сам собой, то у нас меняется ДНК, внутренняя ДНК, наше внутреннее «я». То есть из внутри, из того, что у нас есть внутри, мы полностью начинаем трансформировать. Это происходит не снаружи, это происходит не снаружи еды, которую мы снаружи поглощаем внутрь, это происходит изнутри. Еда здесь вообще ни при чем. Это вообще про другое. И когда придет это осознание, это по-другому все будет. Ирина Митра, очень интересная тема, я открываю много нового для себя. Спасибо, Ирочка. Ребята, если есть кто-то в зуме, то готовы услышать ваши вопросы. Если вопросов нет, то жду вас, конечно же, на свой следующий ретрит, который состоится с 17 по 22 июня. И там мы будем прорабатывать эти все темы, про которые я вам сказала, прорабатывать самого себя, единить самого себя. Когда мы познаем самого себя, то уже все процессы, они будут абсолютно по-другому у вас идти. Они будут идти в легкости, они будут идти в благости. И вы будете четко понимать, чего вы хотите. Вам не нужно будет сопротивляться с самим собой. Вам не нужно будет себе создавать какие-то аскезы. Это можно, это нельзя. А как бы сделать так, чтобы еще не захотеть пару часов или пару дней не есть? У вас этого не будет. Это вообще про другое. Можно двигаться к себе навстречу и из внутреннего, и из внешнего. Но если у вас получается здорово, я просто могу только сказать свой опыт. Это тот опыт, который я прочувствовала. Это тот опыт, который я смогла сформировать слова. То есть у меня есть опыт, который еще дальше ушел. Но пока я его не сформирую в самые простые, обыденные слова, я не могу вам его дать. Это проходит через другое. И как только я могу какую-то тему сформировать именно простым языком, я ее, конечно же, с огромным удовольствием вам даю. Вам даю именно тот аспект, который вас куда-то направит, если вы готовы идти самостоятельно. Потому что много же людей идет самостоятельно. И это не хорошо и не плохо. Это просто факт. Здорово. Светлана, благодарим вас. Я новенькая. Что такое ретрит? Ирена, да? Что такое ретрит? Ретрит – это те пять дней, в которых мы находимся в непосредственной близости. То есть, когда вы приезжаете в отель, то есть на моей страничке «Автополстар» все время дает информацию, где можно найти все в Телеграм, в Инстаграм. Но с Инстаграмом это сейчас у нас получается экстремистская площадка, да? Поэтому, может быть, уже ее и не дают. Но Телеграм есть, пожалуйста, есть открыт бесплатный Телеграм-канал. И там все рассказано. То есть, есть отель, с которым я сейчас на данный момент сотрудничаю, ретрит-центр. И там приезжают люди с разных уголков земли, насколько это получается у них. И мы в одном пространстве едином начинаем прорабатывать каждого. То есть, мы начинаем… Во-первых, там создается определенная энергетика. Там нет такого, ничего не было ни на одном ретрите, чтобы кто-то сказал, что там «я не могу вот это сделать», «я не могу вот это сделать». То есть, все, что мы делаем, это все идет в легкости, потому что это идет общая энергетика. Это действительно так. Это здорово. Вот что такое ретрит. Спасибо, все понятно. Спасибо, Мария. Благодарю за тему. Эфир будет сохранен, чтобы пересмотреть? Да, конечно. На Автопол Стар и на моем канале Ла Флана тоже. Добрый вечер. Пробовала каскадное голодание 5-5-3. Не смогла только два раза, а три раза не смогла, так как нужен специальный. И осторожный выход. Это правда, спасибо. Но, ребят, вообще заход и выход – это… Если мы говорим о технической какой-то части проработки сухих дней, то, конечно, это важно. Очень важно, как вы заходите. Очень важно, насколько вы заходите. То есть, если вы планируете на одно количество времени, то вы заходите с одних, скажем так, продуктов. Если вы планируете на другое количество времени, то вы заходите с других продуктов. Выходить тоже очень важно с определенных продуктов, потому что если вы сделаете неправильный вход, то ваша поджелудочная, которая дает огромный всплеск на поджелудочную железу, поджелудочная железа дает всплеск на гормоны, гормоны вас просто выстегивают, вы начинаете делать те вещи, которые вы в обычном состоянии, вам будут чужды, и, конечно же, вас это выстегивает. И не даст вам пройти столько количества времени с сухих дней, сколько вы запланировали. Либо вы будете проходить в аскезе, не в удовольствии, в какой-нибудь жутчайшей слабости, в интоксикации и в кризах. Это как бы зачем это надо? Если вы будете неправильно выходить, то у вас будет просто отек межклеточного пространства, и вы будете выходить на жор через какое-то время. Зажоры будут, буквально там у людей бывает, что недельные зажоры. Тоже это неправильно. Конечно же, нужен обязательный плавный вход и плавный выход. Плавный – это я не говорю, что там несколько дней. Вы должны четко понимать, как заходить, чтобы вы были в отличном настроении вот такое-то количество времени. Как нужно выходить, чтобы в следующий раз вы захотели заходить снова? Как нужно выходить, чтобы у вас не было зажоров? Как нужно выходить, чтобы тот процесс очистки, который у вас происходил, чтобы его максимально сохранить, а не загадить вновь через 2-3 дня? Это очень важно, конечно же. Эфир обязательно посмотрю. Пересмотрю. Спасибо. Да, ребят, если есть еще вопросы, задавайте. Все такие позитивные сегодня. Да. Я новичок по вопросам автономии. Сероят на 90%. Три года. Как по принципу снимать таблетки? Удалена щитовидка и одна почка. И как отказаться от воды? Ребят, смотрите, если у вас есть какие-то определенные диагнозы, о которых вы даже знаете, и достаточно серьезные, то в общем эфире я эти вещи говорить не буду. Я уже говорила не один раз, потому что, когда я делаю рекомендации, это нужно... Вы же не хотите себе причинить какой-то вред? Вам нужны какие-то определенные моменты, которые будут касаться только вас. И если я буду говорить что-то в эфире, то, наверное, это будут применять много людей, которым даже это не поможет, а может быть даже навредит. Зачем вам это? Давайте, если у вас есть какие-то моменты, которые вы хотите, либо вы сами смотрите информацию, ищите какие-то рекомендации врачей, применяете, либо вы сами берете на себя ответственность и делаете те рекомендации, которые говорят спикеры, либо вы делаете индивидуальные консультации, когда уже вас ведут. Это все достаточно актуально, потому что вот просто так сказать для одного человека какую-то рекомендацию, чтобы ее применяли там несколько человек, но это неправильно. Пожалуйста, два слова про вход и выход, голод и выход. Плиз, я после голода пухну и как слива, не знаю, как правильно выходить. Ну, во-первых, вход я рекомендую делать с зеленых смузи, какие я говорю, либо на ретритах, либо на марафонах, это долго сейчас рассказывать, почему и как. И выход я рекомендую делать на полыне и авокадо. И как ее делать, как заваривать, и через какое время есть авокадо, и почему именно авокадо. Я тоже говорю на марафонах и на ретритах, чтобы это не задерживать, потому что мы тут еще тогда с вами 3 часа просидим. Я заходила на 5 дней, делала сама кефир. Было трудно и интересно. Ваша рекомендация на вход и выход, какие соки или другие. Соки никакие, это однозначно. Кефир – это неприродная среда, которая у вас поддерживает определенные прослойки ваших грибов, которые вам дают на какое-то время продержаться на том или ином виде питания. Потом они просто будут, сыграют вам не очень хорошую службу. Вот так бы я, наверное, сказала. Спасибо. Вот, ребят. И еще, если кто-то хочет какую-то определенную тему, пожалуйста, пишите под этим видео на Автопол Стар, либо задавайте вопросы потом. Не обязательно, чтобы я там была. Может быть, зададите вопросы, когда будет у вас свободное общение в Зуме. Предлагайте свои темы. Ну, например, я хочу, чтобы там Лаврова Света раскрыла там такую-то тему. Но я думаю, что мне в любом случае организаторы это передадут, и мы с вами об этом поговорим. Чтобы было достаточно интересно для вас, чтобы было информативно для вас. Вот. А пока по этой теме я вам рассказала, самый минимум, чтобы вы понимали, куда идти. Если вам хочется что-то больше, то тогда уже присоединяйтесь либо в закрытый клуб, либо в Телеграм-канал, который у нас абсолютно бесплатный, либо, конечно, уже на ретриты и на марафоны. Вот. Вся информация есть. Это я, конечно, если в Зуме нет вопросов, то я вас с огромным нежеланием покину. И в следующий четверг, я думаю, что в следующий четверг мы с вами встретимся. Да, Светлана, благодарю. Благодарим все тебя. Как всегда, было интересно, познавательно. Каждый что-то для себя подчеркнул, вынес из этого. Встретимся в комментариях под вашим роликом в Ютубе, либо здесь, на площадку. Приходите, будем здесь говорить, обсуждать. Благодарю еще раз. Отпускаем тебя к деткам. Спасибо огромное. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что задавали вопросы. Спасибо огромное всем. И тут последний вопрос. Светлана пробовали мухомор? Нет, не пробовала. Никакие из этих. Айвазка, ни мухомор, ничего не пробовала. Нет желания. Есть сознание немножко глубже и естественнее этого процесса.